Почти всю свою жизнь он оказывал ветеринарную помощь, много лет проработал в разных уголках нашей огромной страны. Заслуженный ветврач Карачаева Черкесии и Украины Сапар Кубеков в свои 85 лет активно участвует в общественной жизни. О человеке труда в репортаже Алихана Лепшокова. Жизнь и опыт научат найти подход в лечении каждого животного, утверждает заслуженный врач Карачаева Черкесии и Украины Сапар Кубеков. И в действительности вся его жизнь связана с развитием ветеринарии. Уроженец Аула Сарытюса Парахматович еще в 10-летнем возрасте в горячих песках Средней Азии принимал активное участие в освоении целины, за что был удостоен высокой награды. Для спецпереселенцев это были тяжелые годы. Чтобы как-то выжить, приходилось трудиться и добывать хлеб насущный. Мы думали только о том, чтобы не умереть с голода. И мы дети работали. Со мной работал Тимирлиев Тохтар, Саулас Артюс, Ермаков Николай, там местный житель, и я. В 10-летнем возрасте я был уже удостоен медали за доблестный труд. Это было в 1946 году, после окончания. Ну, по неизвестной мне причине, по сегодняшний день нам почему-то эту медаль вручил не военкомат, а директор завода, где мы работали, Золотарев Александр Иванович. В эти сложные годы войны и депортации Сапар Кубеков окончил школу на отлично. Хотел стать юристом, но представителям депортированных народов не разрешали поступать по данной специальности. Ему пришлось подать свои документы на ветеринарное отделение Джамбульского веттехникума. После его окончания поступил в ветеринарный факультет Ставропольского сельхозинститута. Работал главным ветврачом в Астраханской области. Выбор профессии был не случайный, вспоминает Сапар Ахматович. Еще в школьные годы он очень любил животных и высказывал желание их лечить. После того, когда я три года отработал, я еще поступил в Московскую ветеринарную академию и тоже закончил. Это уже в 71-м году, отлично. Я работал в Старобешевском районе. Ордена Трудового Красного Знамени, знак почета, овощемолочный самхоз Бешевский. Министерство Треста Украинской ССР. В то время, как, наверное, вы знаете, были Министерство совхозов и Министерство сельского хозяйства. В 1976 году, 11 мая, мне присвоили звание заслуженного ветеринарного врача Украинской ССР. За свой многолетний труд в области ветеринарии до 64-м году Сапар Кубеков был удостоен звания заслуженный врач Карачаева Черкесии. Также Сапар Ахматович работал главврачом ветстанции и ветврачом Карачаевском райветстанции. Последним местом работы для него стал Костокитагуровский ветеринарный пункт. В те годы не было никаких аппаратов УЗИ и спецтехники. Приходилось проводить лечение на ощупь и опираясь на свой опыт, вспоминает наш герой. Также пришлось оказать помощь питомцу приезжего цирка кенгуру, строение организма которого я только изучал по учебникам зоологии, рассказывает Сапар Кубеков. После этого, я говорю, зафиксируйте кенгуру, то есть укрепите, и принесли брезентовый мешок, накинули на этого кенгуру, пришли там еще рабочие, и я обследовал кенгуру. В области шеи была шишка такая, но когда я обследовал, сделал пробный прокол, это оказался гнойник. Пришлось разрезать, сделать операцию. Сегодня Сапар Кубеков принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев отметил, что, несмотря на свой возраст, Сапар Ахматович ведет активный образ жизни и всегда участвует в различных мероприятиях. Будучи интеллигентным, грамотным человеком, перед детьми, перед студентами, детской библиотеки, национальной республиканской библиотеки, городской библиотеки Карачаевского, в школах, в университете, он говорил о героях, о участниках Великой Отечественной войны, и за свой вот такой труд, большую работу патриотическую, он был в год столетия Касина Кулеева, получил медаль, юбилейную медаль Касина Кулеева. Он получил юбилейную медаль поручика Лермонтова за большую патриотическую работу. Сейчас Сапару Кубеков 85, но он и думать не хочет об отдыхе. Помимо общественной деятельности, он много читает художественной и специализированной литературы. Его библиотека насчитывает свыше тысячи книг. Голова должна быть светлой и служить во благо общества, отмечает Сапар Ахматович. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.